В поток мобилизации попал мой сын и возникла идея, как быть рядом. Я не мужчина, я не военно обязан, женщине на территорию фронта попасть очень тяжело. Есть один вариант, это быть медиком. И таким образом возникла идея создать курсы. Идею реализовали благодаря помощи Барнаульского медколледжа. На первый поток подготовки еще в 22-м году записались 14 человек – мамы, жены, бойцов, волонтеры. В 23-м на медсестер обучились еще порядка 30 женщин в рамках 2-го и 3-го потоков. Теория без практики невозможна, поэтому практиковались будущие медсестры в первой городской больнице скорой медпомощи, где находятся два тяжелых отделения травмы, и туда в том числе поступают бойцы с СВО. Ухаживать за такими пациентами без подготовки невозможно. Это очень сложно, потому что не каждое движение можно выполнить как простому человеку. Люди находятся с металлом, так скажем, пластины, коздики, все что угодно у них. Кости их не собраны, что-то удалено, что-то скрепили. Соответственно, просто так перевернуть пациента, чтобы он через каждые 2 часа пациента переворачивать, потому что пролежь не могут, это сопутствующее. Обучение проходит непросто. Порой слезы душат, но женщины приходят замотивированными на помощь, ведь там на фронте служат их мужья, отцы и сыновья. И помощь может понадобиться любому. В госпиталях Донецкой Республики девчонки с Алтая тоже есть. Сергеич, так называют доктора буквально все, сейчас в отпуске. С начала мобилизации работает в медицинской роте мотострелкового полка. Рассказывают, сестрички нужны. Правда, задачи у них иные, не как в Великую Отечественную. Выполняют назначение указаний врача. Оказывать помощь только там, где ее можно оказать. На поле боя там помощь оказываются инструктора, бойцы сами себе оказывают, батальонные медики. Они вот в основном героически жертвуют собой, пытаются спасти, вытащить. Как правило, получается. Но не всегда. Медсестры после окончания четвертого потока курсов останутся в Барнауле. И здесь для них много работы. Наши мальчики приходят сюда на восстановление. И приходят они с разными видами травм. Сейчас они восстанавливаются во многих больницах здесь, в реабилитационных центрах. Поэтому хочу больше направленно сделать именно четвертого потока на то, чтобы помогать конкретно здесь, по месту, нашим мальчишкам. Четвертый поток почти набран. Самые младшие 20, самые старшие 55. Среди будущих медсестер в этот раз, помимо жены, матерей, бойцов, волонтеры и даже монахини. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Да, выданы. Которые...